всем привет с вами канала и вторую надежда у вас кстати бывает такое что какая-то фраза какое-то изображение какая-то картинка наводит на мысли сегодня перебирая данную колоду она действительно интересная увидела вот эту карту точнее я ее стала разглядывать и здесь такой был смысл посмотреть карта суда которая говорит до и после который год о завершении какого-то процесса кармическая ситуация но посмотрите как здесь автор эту карту изображал здесь волк и овцы то есть все или ничего действительно будут где-то пострадавшие действительно кто-то здесь будет спасенный а кто-то будет сытый и мне сегодня захотелось я не знаю почему именно навеяла вот эта картина но тема я хочу посмотреть что он чувствует к вам сегодня вот буквально все или ничего и кто будет в этой ситуации выигрышной стороной не знаю может быть не совсем будет понятна аналогия но все-таки наверное торологи их не совсем нормальные люди которые ну у которых свое видение может быть свои какие-то аналогии и свои ассоциации давайте посмотрим что из этого получится и посмотрим что он чувствует к вам сегодня его чувства то есть все 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 что касается эмоциональной части его отношения к вам и да если кто-то будет спрашивать колода называется таро дикой магии я знаю что не что некоторые подписчики интересуются колодами кто-то является моей коллегой и присматривая для себя в коллекцию новые карты таро дикой магии давайте смотреть текущую ситуацию будем смотреть все то что сегодня между вами смотрите как карты здесь показывают действительно да как говорят карты гадают все равно эмоции и чувства в этой паре есть и кстати если женщина здесь она уже да она уже готова отпустить на она уже готова быть свободной и она уже вплоть до того что готова каким-то новым отношениям но опять же посмотрите какая какая здесь карта есть буквально лапы этот кубок тянут вниз то есть чувства к этому человеку у вас здесь еще не исчезли здесь могут быть обиды здесь могут быть какие-то претензии к нему здесь могут быть но может быть неудовлетворенность здесь могут быть ультиматумы какие-то страдания слезы и это все есть потому что эмоции они не всегда бывают радостные бывают эмоции которые на грани истерики эмоции которые вызывают слезы хорошие или или плохие но слезы но здесь видите и вроде бы и готова к новым чувствам хотелось бы да вот я хочу быть счастливой пусть это будет новый человек пусть что-то изменится но чтобы это действительно приносило мне счастье и удовольствие но все же все то что вы чувствовали к тому человеку на которого мы сейчас смотрим это то что затягивает вас и как и все то что не отпускает вас не дает вам полноценно вот это забыть может быть не забыть а пройти мимо отпустить отвязаться и быть уже свободной для новых чувств а у вашего партнера кстати здесь показано что ваши отношения или ваши чувства все еще могут быть некой связующей нитью связующим звеном для того чтобы отношения продолжились видите здесь как удобненько так вот выложены булыжники камни которые говорят о том что свое время все это было сложно свое время все это было просчитано на это были потраченные силы эмоции время было потрачено и наконец-то это сложилось пусть такую очень сложную но тем не менее достаточно стойкую конструкцию мы не видим что здесь а все пытается разрушиться мы видим что здесь сложено и она стоит если здесь была бы речь о разрушении мы бы увидели что какой-то камень здесь выпадает и мы смотрим что в картах нам показывает всегда фиксированную ситуацию о которой мы должны знать то есть здесь все стабильно здесь все наработано и здесь действительно все продолжает жить то есть как бы вы не пытались уговорить себя что надо что-то новое что с этим человеком вряд ли что получится с вас в то же время чувства не отпускают мысли не отпускает эмоции не отпускают все равно вы раз от раза возвращаете с мыслями в прошлое вы анализируете вы вспоминаете где-то может быть улыбаетесь где-то может быть слеза накатывается на глаза от обиды воспоминания какой-то неприятной ситуации но тем не менее отпустить вы не можете хотя уже и хотелось бы вот уйти во что-то новое но тем не видите здесь старая все равно вас цепляет это некий якорь с которым пока еще невозможно расстаться все равно что то есть душе ну или знаете как говорят ложечки нашлись осадочек остался вот это ваша ситуация в которой вы находитесь а у вашего партнера здесь надежды и это даже больше чем надежды это ощущение что все работает что все в принципе с вашими чувствами все нормально мы здесь смотрим расклад на уровне чувств то есть вы готовы бы до одни чувства уже на другие лишь бы быть счастливы а ваш партнер считает что чувство есть чувство никуда не исчезли там не остановились не остыли и все равно это является мостиком для того чтобы в отношении была какая-то надежда или было какое-то продолжение давайте докладывать карты дальше ты дальше устала здесь женщина быть ломовой лошадью которая на что-то надеется которая ждет которая этому мужчине подкидывает идеи там задает нужные вопросы она здесь действует аккуратно но смотрите какая здесь аккуратно здесь показан у нас паш пентаклей пусть мы все делаем аккуратно не торопясь не спеша все-таки это маленькая карта и мы не можем говорить о том что вы уже знаете вот такой вот матерый человек в этих отношениях которые ничего не боится которому абсолютно все равно который знает как действовать нет мы здесь скажем о том что вы в этих отношениях пытаетесь нарастить какой-то вес свой собственный вы пытаетесь в этих отношениях показать партнеру ценность но благодаря тому что вы хотите вложить что-то свое из этого получить большее вы сталкиваетесь с тем что он не понимает он этого не видит он этого не ценит и по итогу здесь у женщины какой вывод что он наверное меня не любит я ему наверное не нужна или я ему не совсем дорога к сожалению неважно здесь сколько вы знаете этого партнера вы действительно так и не смогли понять его до конца что именно его способны удержать что именно его нужно и откровенности в этих отношениях нет то есть вам кажется что он такой или вам кажется что ваши отношения приобрели уже какую-то форму и действуете согласно тому что вы знаете а на самом деле там ситуация гораздо более глубокая или гораздо более сложная или гораздо более лживая и фальшивая нежели вам хотелось а вот слишком мало у вас здесь информации о вашем мужчине и о формате отношений которые он хотел бы получить для того чтобы ваши действия приносили тот результат на который вы рассчитываете поэтому здесь печаль поэтому здесь страдания поэтому здесь бессонные ночи депрессия переживания все-таки девятка мечей посмотрите перышко она падает здесь на мечи конечно она будет пронзено мечами конечно она будет где-то ранено и также у вас конечно уже душа здесь в ранах и этот мужчина принес вам переживания может быть вы даже здесь начнете сейчас пересчитывать раны там первая рана он меня ну например обманул там вторая рана он пообещал но не сделал третья рана там я узнала там еще о какой-то ситуации потому что здесь не просто одна какая-то неприятность один какой-то конфликт вот так вот принес вам такие душевные и эмоциональные страдания это последовательные действия конечно здесь женщине будет обидно за то что она старалась как могла но она просто не увидела что ее партнер совсем другой нежели она его считывала для себя и порой да мы женщины такие нам свойственно до дорисовывать приукрашивать облагораживать все то с чем мы имеем дело все то с чем мы заинтересованы и все то по что мы готовы вкладывать время и силы на этом там не сыться и ладно вот я не говорю что это так есть но вот просто на вот как основа то есть ладно там он там не зарабатывает много денег условно но зато он любит там или ладно он зарабатывает много денег пусть он холодный но он меня обеспечивает то есть мы не видим главного за какими-то плюсами которые мы еще сами себе и утрирую а когда мы начинаем открывать глаза и когда мы начинаем анализировать сравнивать видеть все вот тут вот начинается самое неприятное когда мы видим ситуацию такой какая она есть и вот отсюда идут страдания вот тут вот идет история что я такого не хочу мне надо что-то другое а прошлое все равно тянет на дно особенно если здесь замешаны чувства а в этой истории чувства замешаны а чувства ты никуда не денешь это душа это сердце твое задействованы и просто так оттуда не вытерпнешь сердцу не прикажешь и и ты хочешь чего-то уже другого или просто чтобы это оказалось страшным сном но ты понимаешь что ты от этого избавиться не можешь вот можно было быть я не знаю там принять ванну пойти в душ вот смыть себя все и вот обнулиться и пойти во что-то новое тогда наверное не счастливых людей не было бы но все таки мы все проживаем душой мы все про же пропускаем и проживаем сердцем вот здесь в чем беда вот здесь чем беда вы стали заложницы этих отношений а по факту вы много отдали этому человеку и практически ничего не получили взамен а еще про 12 аркан или про карту повешенной конечно и многие тарологи подтвердят девочки напишите что если вы знаете карту вы работаете или и изучаете карта 12 аркан наш повешенный он говорит о добровольной жертве то есть понимая минусы ситуации мы все равно вкладываемся в этом мы все равно в этом находимся потому что мы из этого получаем какие-то выгоды либо мы надеемся на получение выгод то есть это глубокая философская карта переосмысления действительно кому-то полезно быть в этой ситуации отдать все выпотрошить себя положить себя на заклание чтобы увидеть правду но кто-то находится в этой жертвенной карте действительно добровольно потому что вот в ожидании в надеждах в иллюзия что сейчас все исправится я потерплю и все видят как я страдаю и он тоже должен увидеть что я страдаю там ему расскажут ему вставят там вправят мозги на место и он исправится вот к сожалению вот больше все таки процентов девочек к сожалению это те которые вот в такой вот неприятной ситуации все равно надеются и испытывают иллюзии по поводу того что я сейчас потерплю а дальше вот хорошо ли я потерплю меня пожалеют он пожалеет или он увидит сколько он мне боли сделал наконец-то раскается и поймет а по факту здесь видите что вы дожились в этих отношениях до того чтобы что вы уже хотите от всего этого избавиться вы хотите что-то уже новое что-то другое в вашей жизни а у вашего партнера здесь по факту это все по плану то есть он видит что все равно вы его любите и даже если вы скажете нет что-то есть там девочки что-то есть и он это чувствует потому что чувства и эмоции были взаимными и он понимает что он не ошибается и опять же настоящие чувства они не проходят в один момент это может быть симпатия это может страсть очень быстро угаснуть как вспыхнула так и погасло а чувства они развиваются постепенно и точно так же постепенно они уходят на убыль если пара страсть может когда это глупость была какая-то да я не знаю там что на меня нашло то про настоящее чувство обычно говорят да этот человек меня разочаровал там или я очень сильно жалею что столкнулась там или столкнулся с такими чувствами но это действительно было я их испытывал что что если вот на что-то вот мимолетное можно спихнуть что там не в себе был да там или действительно там какое-то одновождение нашло и все это не по-настоящему про чувства так говорить невозможно и видите ваш партнер видит для себя историю что что-то еще может быть налажено что-то еще может быть возобновлено и он кстати может вам предложить нечто что вы хотели бы получить от него нечто но опять же пока он не дает вам этого видимо еще не не до конца понимая что вы уже вышли или выходите из этой ситуации жертвы вы видите эту историю как 50 на 50 может быть да если он с ним что-то случится именно в плане трансформации и изменений он поменяет свою политику он поменяет свою стратегию действия в отношении вас вы еще можете согласиться на какое-то продолжение если нет то вступает вторые пятьдесят процентов тогда что-то новое а у вашего партнера вот где он вас оставил там он вас и найдет он знает ваши слабые места как ему здесь кажется он знает на что можно надавить что вам дать что пообещать и вот в качестве каких-то доказательства можно вам так узнаете вот на блюдечко положить но опять же для него здесь пока еще не до конца доходит что вы уже буквально на грани находитесь принятия кардинального и серьезного решения а кто-то из девочек здесь действительно уже эту грань и точку невозврата перешагнули и уже приняли для себя решение 1 в отношении этого человека так что же он девочки чувствуют а здесь он вас замотал как некрусии здесь он вам заобещал в свое время здесь он вас закрутил здесь он вас ввел в историю когда вы столкнулись с человеком который носил маски иначе почему вы дорисовывали да то есть он до конца не показывал свою истинную суть вот была некая личина с которой вы познакомились а вглубь вас не пускал да у него проснулись чувства одно чтобы открыться вам по-настоящему этот человек ну видимо не посчитал необходимым возможно и он в принципе такой закрытый который никому не открывается а вы долбились 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 в эту полу закрытую дверь пока окончательно не разбили себе лоб и не стали понимать что ну чем дольше вы долбитесь тем дольше ничего не происходит то есть он живет какой-то своей жизнью и какие-то ваши действия в его сторону ну вот никак не заставляют его там реагировать очнуться успокоить вас дать вам что-то потому что у него вот из того что происходило между вами что вы все равно будете в нем заинтересованы вы уже ему показали что вы готовы пожертвовать чем-то своим ради него и вот это вот для него девочки было успокоение и пока это успокоение действует но давайте посмотрим уж конечно уже будем смотреть сегодняшний день предыстория и сигнификация который мы смотрим она конечно еще захватывает прошлое она захватывает многие пласты ваших отношений вот но чтобы уже окончательно нам прояснить действительность мы с вами будем смотреть именно сегодняшний день настоящее что он чувствует к вам сегодня все его чувства то есть уверенности с каждым разом у него было все меньше девочки и меньше и посмотрите то вы были в повешенном теперь он в повешенном то есть он уже начинает начинает ощущать себя как человек который просто зря может быть тешит себя иллюзиями или человеком который зря вообще пытается там на что-то надеется пытается подумать что он вам предлагает потом может точнее на предложить потому что это все впустую то есть как будто бы он сейчас появляется это я развиваю его мысль вот вытаскивая из его души он появляется он что-то вам дает вы это прокручиваете в своей собственной какой-то парадигме пытаясь вытащить выгоду личную и вы его просто выбрасываете как использованный ну если хотите мусор да мы скажем так то есть уже заложником этой ситуации в которой он уже по умолчанию находится в минусе знаете девочки я здесь скажу так я не знаю здесь каким чудом может быть здесь из того что карты не показали мы же мы же здесь не копаем прям вот со всех со всех сторон мы копаем ту сторону которой карты нам показывают максимально четко ясно и подробно но возможно может быть здесь предшествовало какое-то какое-то ваше ультимативное заявление может быть был разговор может быть было ваше сообщение или ваш такой знаете привет ему через кого-то вот чтобы это не было девочки поверьте это сейчас уже начинает достигать своей собственной цели и в итоге к чему это выведет кстати видите здесь у нас дно колоды восьмерка мечей то есть заложник ситуации заложник страхов заложник того что он ничего с этим не может сделать а очень хотелось бы да и здесь буквально до и после раньше мог а сейчас все раньше руки развязаны а тут все вот связано да и вороны черные да это страх это навязчивые мысли это то что ты себя начинаешь накручивать как вы себя свое время накручивали какой он хороший да и пытались облагородить его вот нормально это для нас как для женщин нормально вот так же он себя потом будет накручивать страхами а в итоге девочки знаете уничтожила так уничтожила и вот это уничтожение его внутреннее разрушение его стереотипов о том что вы завоеванная женщина которой можно прийти который можно что-то предложить она все бросит да и может быть там у него какие-то новые отношения у нее новые увлечения она все бросит ради него вот эти стереотипы будут разрушаться потому что сегодня здесь посмотрите идет состояние потери здесь мужчина понимаю что вкладываясь в вас и в свое время тоже он все равно не испытывает сейчас удовольствие раньше он получал полное наполнение поэтому и уверенность что это будет всегда настолько вы такая знаете правильно бы сказать убедительная личность который не нужно доказывать и много-много раз подтверждать вам достаточно один-два раза что-то сделать но это вот настолько вы просто раз и все ясно и понятно утра и точка что человек видел что все если вы сказали так значит это правда если вы чувствуете то это значит так и есть да или говорите про свои чувства никакого сомнения а вот сейчас идет дефицит по всем фронтам у этого человека и чем дальше тем больше и это процесс только начинается у него все-таки у нас пятерка пентакли это середина процесса это середина номерных карт их 10 номерных и это пятерка да вот в середине того чтобы осознать что все то что он к вам чувствует и все то что он хотел бы получить взамен чувство у него есть взамен компенсации нет да здесь девочки в итоге будет 11 вот было 10 в его пользу когда вы вкладывались вы что-то делали до конца его не поняв и вы не получали разумную адекватную отдачу справедливую теперь будет наоборот то есть этого человека все равно эмоции будут закручивать все равно здесь чувства его потихонечку будут долбить а видимо накосячил настолько серьезно либо предложить ничего серьезного не может что он не сможет повлиять и развернуть вас в обратную сторону к себе и вот она здесь видите отчаяние вот она потеря опять же повешенной да мы снова скажем что некая добровольная жертва но мужчина на этот путь действительно ступил добровольно просто ожидая того что для него все уже готово на блюдечке золотой каем очкой но спустя какое-то время все я явнее явнее для него будет история что ничего не готово вот ему тоже реально показалось у него даже знаете будет будут мысли о том что вы решили им поиграться или в свое время вы им поигрались вы получили какие-то свои выгоды его да вот получила ну я скажу с точки зрения мужского рода получил ему и бы и был таков вот и вы да получила и была такова вот посмотрите да вот что-то смогла из этого выкроить и и просто умчалась хотелось бы сказать на тройке лошадей но у нас в колеснице 2 лошади и вот это вот история девочки она его реально убивает она его не уничтожает потому что идут мысли что это не он получал все то что ему хотелось а это вы и даже если где-то он там какую-то копеечку вас вложил что вы этого и хотели вы этого и добивались вы это выкручивали или тем более там мужчина вкладывал вас ресурсы вкладывал вас силы время вы развлекались вы просто из этого пытались получить свою собственную выгоду а он теперь такой бедный и несчастный я говорю девочки это вот начало процесса она уже запущена и она будет идти я вам рассказываю дальнейшие последствия каким выводом он будет приходить здесь хочется сказать а я я девочки что же вы сделали со своим мужчиной а я я какая вы жестокая зачем вы его по матрос или и бросили а еще хуже будет для него вот если здесь проиграть проиграется вот этот триплет то есть вы им крутили как хотели выбирая между ним и еще кем-то или увидев что-то выгодное для себя кого-то точнее выгодного для себя вы бы просто до получили все то что от него хотели и просто раз и переметнулись вот тогда вы девочки его окончательно просто разотрете в порошок вот действительно уничтожила так уничтожила и если у вас действительно вот как здесь да вы сможете оторваться от этой истории вы сможете все таки поставить точку в своих чувствах принять все то что не получается и отпустить себя разрешить себе новые отношения и у вас появится новый партнер и знаете вот не дай бог этот узнает ну как не дай бог не дай бог если вы заботитесь о его моральном состоянии потому что если он узнает у него буквально знаете как показывают ну допустим пирамида из кубиков и она рушится и потом обратную съемку 1 1 1 1 1 и все собралось вот и у него вот так вот как в обратной промотки видео все сложится то есть картина ага то есть я ей по-настоящему не нужен был она вела определенную свою игру и ушла увидев что от меня она уже то что ей хотелось дальше получить не может или не получила а так хотела и ушла к чему-то другому кому-то другому просто здесь многие мужчины будут выискивать любовников будут выискивать новых мужчин даже если девочки в природе не существует но они от чувства же никуда не денет не денутся мы это помню то есть вот некая такая ревность даже не признанная им лично для себя все равно будет как как маньяка его толкать к тому чтобы разузнать кто у вас появился где у вас появился с кем вы общаетесь с кем вы встречаетесь с кем вы кто вас провожает там подвозит домой с кем вы проводите выходные с кем вы пьете кофе общаетесь в соцсетях или по телефону и вот игру не дай бог здесь другой мужчина все у него картина сложится и вот тогда вот это вот эгоистическая мысль эгоистический вывод что вы его настолько любите что никуда не денетесь она просто рассыпется но вместе с тем как она рассыпется просто его будет разрушать и будет разрушать его эгоизм будет разрушать его корону которую когда-то вы помогли ему надеть ему на голову и вот посмотрите дальше процесс вот помимо вот этого дикого какого-то осознания вот этого шока с которым столкнется ваш партнер дальше эмоции по поводу вас они будут как снежный кон то есть он будет понимать что есть чувство особенно опять же узнав что есть другой мужчина вы его бросили ради другого а это страдалец у него вам чувства как вы посмели за что ему такое он конечно эту ситуацию здесь просто я вас предупреждаю не будет оставлять так как она есть потому что здесь реально задетая самолюбие задетые чувства опять же если с человека приходится снимать шелуху эгоизма и шелуху собственника жестко снимать а все жесткое будет снять и для него в особенности как я сказала что новый мужчина вот это прям триггер такой то эти люди они не могут оставаться без участка знаете какую-то гадость какая-то история где он вымешивается он может поливать вас грязью он может пытаться как рассорить вас с тем другим человеком вы просто это имейте ввиду поэтому новые отношения для него вот максимально стараться не афишировать вот иначе это будет красная тряпка перед быком и не просто которую показали и убрали а это для него будет таким на эти вот постоянно перед носом не просто машут а еще и по морде так вот этому быку бью но он конечно будет разверен вот такая девочка девочки здесь история уже запущен процесс уничтожения его как собственника уничтожение его как эгоиста и мы видим только начало здесь дальше будет ну будем наблюдать будем смотреть вам спасибо что со мной ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм скоро встретимся пока пока